Безопасная Арктика. 8 июля 2019 года независимое военное обозрение «Безопасная Арктика». В суровых условиях северопомощь должна прийти своевременно. Фото с сайта www.mchs.gov.ru На форуме «Армия-2019» обсудили вопросы организации международных спасательных операций за полярным кругом. На Северном флоте «СФ» с 28 по 30 июня 2019 года в рамках Пятого международного военно-технического форума «Армия-2019» были проведены выставки современного вооружения, военной и специальной техники, спортивно-массовые мероприятия и научные встречи, во время которых обсуждались проблемы Арктики. Региональная программа проходила в военных гарнизонах «Североморск», «Спутник», «Сафонова» и в филиале парка «Патриот» в Кольском районе. Корабли и суда обеспечения были открыты для посещения, около 200 единиц военной техники были представлены тысячам посетителей. На причалах развернулись экспозиции ракетного и минно-торпедного вооружения. Посетители могли ознакомиться не только с образцами крылатых ракет, но и со средствами ПВО, беспилотными летательными аппаратами, оружием и водолазным снаряжением боевых пловцов, а также снаряжением и спецоборудованием спасателей. Северный флот также принял участие в научно-деловой программе форума «Армия-2019», посвященной актуальным оборонным проблемам и развитию сотрудничества с зарубежными странами. А 28 июня в Североморске в штабе Северного флота был проведен круглый стол по вопросам межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике. Кроме представителей флота присутствовали специалисты из других организаций, в том числе гражданских, которые уполномочены осуществлять спасательную деятельность. На встрече обсуждались вопросы организации обмена информацией при совместных спасательных действиях между поисково-спасательными и координационными центрами иностранных государств и России. В ходе круглого стола представители СФ доложили о новых гидрографических судах с современным оборудованием, позволяющих изучать рельеф морского дна и находить затонувшие объекты, а также об особенностях организации поиска и спасания на море в северных широтах и взаимодействии сил поисково-спасательного обеспечения, их основных целях и задачах. Поисково-спасательные работы по оказанию помощи судам, условно терпящим бедствия в арктических широтах, отрабатываются во время учений в Арктике. Проводятся тренировки органов военного управления СФ и личного состава сил поисково-спасательного обеспечения, к которым традиционно привлекаются экипажи кораблей, а также авиация. Основу арктической группировки составляют силы Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил, которая 1 июля сего года отметила 37 лет со дня формирования, и сегодня входящие в ее состав корабли обеспечивают военно-морское присутствие в стратегически важных районах Мирового океана. Ежегодно совершаются походы и изучаются районы плавания в высоких широтах, проводится арктическая подготовка экипажей. В настоящее время ведется приготовление отряда кораблей к очередному походу, который в ходе летнего периода боевой подготовки выполнит ряд учений по маршруту Севморпути. Пресс-служба СФ сообщила, что в состав отряда войдут один противолодочный и два десантных корабля. В повседневной спасательной деятельности задействованы аварийно-спасательные отряды, военные водолазы и спасатели, электротехнические команды по обслуживанию насосов и других механизмов. Сюда с глубоководными аппаратами, спасательные буксиры, пожарные и рейдовые водолазные катера находятся на дежурстве в Североморской и Беломорской военно-морской базе. Вопросы взаимодействия сил поисково-спасательного обеспечения СФ с аварийно-спасательными формированиями федеральных органов исполнительной власти Северного Байсейна рассматривались в ходе круглого стола. С укреплением интереса различных стран Карктики возрастает актуальность вопросов повышения обеспечения безопасности и организаций международных спасательных операций в этом регионе. Международное соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике является первым юридически обязывающим документом, заключенным между восемью арктическими государствами, который предполагает обмен информацией, влияющей на эффективность поисково-спасательных работ. Хотя на фоне украинского кризиса тональность обсуждения многих вопросов изменилась, международному сотрудничеству и взаимодействию в арктических морях продолжает уделяться повышенное внимание. Так, например, по сообщению ТАСС, в конце мая текущего года в Баренцевом море с участием Северного флота ВМФ России и ВМФ с Норвегией прошли совместные учения «Баренц-2019» по поиску спасению терпящих бедствия людей и предотвращению загрязнения нефтепродуктами морской акватории в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики. Тренировки проходят ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами России и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствия людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство Баренцем ведется поочередно российской и норвежской сторонами, в этом году оно осуществлялось Россией. В заключение следует отметить, что важность темы, вынесенной для обсуждения на круглый стол, еще раз была подтверждена в начале июля, когда на Северном флоте произошли трагические события. Ирина Дронина Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...